Он от бабушки ушел. Джонсон покинул пост. Здесь зародилось советское социалистическое государство. Дюганов посетил Казанский федеральный университет. Неврология в униклинике. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Маргариты Михайлова. Борис Джонсон снял с себя полномочия премьер-министра в обращении к нации. О том, почему политик покидает пост и как это повлияет на отношения с Россией в свете украинского конфликта, узнала наш корреспондент Алина Красильникова. Сейчас Великобритания переживает острый политический кризис. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции консервативной партии Криса Пинчера. По давлением общественности премьер-министр рассказал, что ему докладывали о фактах домогательств. После признаний Джонсона в отставку подали сразу несколько десятков высокопоставленных членов британского комбина, заявив, что не могут оставаться в правительстве по этическим соображениям. Борис Джонсон – это один из самых амбициозных молодых лидеров британской политики. Последние годы он считался лидером консервативной партии Великобритании, которая имеет большинство в парламенте. И его амбиции, они, конечно, очень серьезные, но если в прежние годы много Борису Джонсону прощалось, то в период пандемии и в период обострения геополитической обстановки мировой его поведение, мягко говоря, не удовлетворяет ни консервативную партию, большинство консервативной партии, ни британского избирателя. Многих жителей стран интересуют причины ухода, пожалуй, самого амбициозного политика Великобритании. На данный момент в средствах массовой информации фигурируют две причины отставки Бориса Джонсона. Первая причина связана с периодом пандемии, когда все британцы находились на карантине, было запрещено покидать дома. В то же время премьер-министр, который сам ввел эти ограничения, позволял себе проводить вечеринки. Тогда впервые в истории Великобритании Борис Джонсон сам запросил штраф за нарушение режима карантина. Второй скандал разразился совсем недавно. Джонсон назначил на пост заместителя координатора партии в феврале 2022 года своего коллегу Криса Пинчера, который был замечен в элитном клубе за домогательством к двум мужчинам. Премьер-министр знал о подозрениях в адрес его протеже, но все же счел возможным доверить ему высокую должность. Политика Великобритании, она не столько зависит от конкретного премьер-министра, который находится у власти, сколько от политики этого государства. В настоящее время большинство принадлежит консервативные партии Великобритании. Она имеет большинство в британском парламенте. Но если мы посмотрим на расклад сил в партии консерваторов британских, мы увидим, что подавляющее большинство лидеров этой партии настроены антироссийски. И, собственно говоря, ожидать о том, что какая-то кандидатура появится в рядах этой партии, которая изменит страны по отношению к России в настоящее время, я думаю, говорит преждевременно, потому что какой-то очевидной кандидатуры там нет. Процедура ухода премьер-министра в Англии достаточно сложная. До того момента, пока не будет подобрана и официально выдвинута кандидатура от правящей партии, действующий премьер-министр будет находиться у власти. В случае с Борисом Джонсоном есть два варианта событий. Первый вариант – это принятие решений на съезде консервативной партии, который намечен на октябрь 2022 года. А это значит, что политик будет находиться у власти до этого времени с пометкой «исполняющие обязанности». Другой вариант – это созыв экстренного съезда консервативной партии, по итогам которого будет выдвинуто лицо на должность премьер-министра. Алина Красильникова, Универ-Ньюс. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов встретился со студентами Казанского федерального университета. Все подробности в следующем сюжете. В рамках рабочего визита Республику Татарстан посетил Геннадий Зюганов. Вместе с исполняющим обязанность директора Казанского федерального университета Дмитрием Таюрским, лидер партии КПРФ возложил цветы к памятнику Владимира Ульянова-Ленина. Помимо этого Геннадий Зюганов посетил музей истории, знаменитую ленинскую аудиторию, а также встретился со студентами и преподавателями вуза. Руссо-советская школа была признана в лучшем мире. У меня в семье сиси педагогов, здесь 50 лет стар, и преподавали только иностранные. Я за то, чтобы использовать инвестирую в проекты, но дело не в этом. Помощная система надо было для того, чтобы наши подвиги перекачали своих интересов. Вот что и получилось. Страна с тысячелетней историей должна постоянно развиваться. Особое внимание необходимо уделить образованию. Именно этот тезис стал лейтмотивом встречи с лидером КПРФ. Геннадий Зюганов отметил, что в настоящий момент идет активная разработка закона проекта «Образование для всех». В целом, мало выходит очень квалифицированных специалистов, в том плане, что выделяется достаточно мало часов для изучения предмета, их не хватает. В основном данная система направлена на самообразование, но, к сожалению, у нас с этим не очень все складывается в целом. В целом, я считаю, что я, в принципе, не знаю подробно эссеровскую систему образования, но, мне кажется, можно было бы взять лучшее качество эссеровской системы и баллонской системы и такую комбинацию создать. В завершение встречи лидер КПРФ ответил на вопросы студентов о текущей ситуации в мире, а также о возможности модернизации различных сфер государственной системы. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Последствия инсульта, расстройства движения, заболевания периферических нервов и не только. Все это помогает лечить в университетской клинике Казанского федерального университета. Подробнее об отделении смотрите в следующем сюжете. Отделение неврологии – это медицинское отделение, которое диагностирует и лечит заболевания головного мозга, спинного мозга, периферических нервов и мышц. Выявляет причины неврологических заболеваний, исследует их лучшие методы лечения. В 2009 году на базе бывшей республиканской клинической больницы номер 2 был открыт сосудистый центр для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового коробращения. Здесь оказывают помощь по неврологическому профилю, как для жителей республики, так и для жителей Российской Федерации. Клиническая база наша сформировалась слиянием через ликвидацию таких учреждений, как известных в городе ранее РКБ-2, 6-я городская больница или больница скорой медицинской помощи, городская поликлиника номер 2 – такие крупные учреждения, оказывающие помощь населению республики, как амбулаторно-поликлиническую, так и специализированную. И исторически мы сохранили весь функционал этих учреждений, все виды помощи. С 2020 года вышло постановление правительства, и весь 2021 год мы уже работали как федеральная клиника с федеральным госзаказом по всем видам специализированной помощи. Благодаря тому, что университетская клиника теперь является федеральной, появилась возможность госпитализировать плановых пациентов по программе ОМС для проведения бодулинотерапии. То есть это пациенты, которые перенесли инсульт или у которых есть первичная мышечная дистония. Мы работаем по двум основным направлениям. Это оказание плановой медицинской помощи по неврологии и оказание неотложной медицинской помощи. Неотложная медицинская помощь у нас – это пациенты с сосудистого профиля, это пациенты с инсультами, и пациенты, госпитализированные по неотложным неврологическим показаниям. Как правило, это судорожные приступы и нейропатия островозникшая. Помимо этого, в университетской клинике есть плановое отделение, куда госпитализируют пациентов с первовыявленными заболеваниями, которые ставят поликлиники. К примеру, это болевые синдромы, впервые возникшие либо труднокурабельные, а также заболевания, требующие дальнейшей диагностики и более углубленного изучения и диагностического поиска. На сегодняшний день в плане оказания инсультной программы в университетской клинике Казанского университета есть все виды оказания медицинской помощи – это консервативная терапия и рентгенохирургические методы. Елизавета Никитина, Никита Акинчин, Универньюз. Дипломы Казанского федерального университета получили бакалавры и магистры Института фундаментальной медицины и биологии Инженерного института. Все подробности смотрите далее. Вручение дипломов продолжается. 8 июля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» совоспеченных медиков с окончанием учебного года поздравил и вручил долгожданные дипломы директора Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Андрей Киясов. Честно и с полным таким основанием могу приветствовать 150 новых врачей и фармацевтов. Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ отметил, что в свое время для себя ребята выбрали одну из самых гуманных и в то же время одну из самых востребованных профессий и пожелал преданности избранному делу, терпения и милосердия. Следующими свои путевки во взрослую жизнь получили студенты Инженерного института Казанского университета. Жизнь студенческая, особенность, ее вы никогда не забудьте, поэтому поздравляю вас, желаю, чтобы все ваши надежды, все, что вы задумали, все отбывалось. То есть, как всегда я говорю, здоровья, счастья и успехов. Поздравляю. Казанский федеральный университет выпустил во взрослую жизнь уже сотни тысяч студентов со всего мира. Ежегодно бывшие абитуриенты становятся дипломированными специалистами и вступают в дальнейшую деятельность гордо поднятой головой. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. О других событиях из жизни Казанского университета смотрите далее. В Институте международных отношений Казанского университета состоялась встреча Рамиля Харуддинова с делегацией из Высшей школы экономики. В рамках обсуждения были затронуты темы изучения исламского образования. В научной библиотеке имени Лобачевского прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию десятилетия Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского университета. Команда пригласила всех республиканских, государственных, гражданских и муниципальных служащих принять участие в интерактивном конкурсе на одной волне со школой. Участникам необходимо было пройти три испытания, по итогам которых были объявлены победители и призеры, а также вручены ценные призы. Спикерами стали руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан Александр Белов, проректор по цифровой трансформации инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Пашин и директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»